Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Пятигорский Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движения Первых. День уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград. Так, в Черкесске прошло мероприятие, посвященное предстоящему Дню Героев Отечества. В Никольский собор Черкеска привезли икону святого благоверного князя Александра Невского. Образ воплотил иконописец Владимир Бутов. Учитель и ученики под таким названием в Черкесске прошла выставка работ художника Марии Гречкиной. Сегодня в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Обсудили ряд вопросов, связанных с развитием системы здравоохранения, повышением качества оказания медицинской помощи в республике. Накануне на территории Центра знаний «Машук» Пятигорский президент России Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых». Очень приятно, что во встрече с президентом и презентации проектов школьников принял участие и наш юный земляк Аслан Барлаков. Девятиклассник из средней школы поселка Мара-Ягы, подчеркнул Рашид Тимрезов. Он отметил, что Аслан – разносторонний развитый парень, хорошо учится в школе, победитель предметных олимпиад, играет на фортепиано, читает стихи, занимается вольной борьбой. При этом у Аслана есть мечта – стать хирургом и спасать людей. О мечтах, целях и дорогах к их достижению как раз и говорил Владимир Владимирович с ребятами и их взрослыми наставниками. Уже сейчас эти ребята – активные граждане России, умные, инициативные и очень неравнодушные ко всему, что происходит рядом с их домом, в регионах и в их стране. В Республиканской филармонии прошло патриотическое мероприятие, посвященное предстоящему Дню Героев Отечества. Организатором выступило Региональное министерство по делам молодежи, а среди участников – популярные артисты эстрады. Подробности в сюжете корреспондент Артур Мкце. В России День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Карачаево-Черкесия по традиции встречает праздник одной из первых. Региональное министерство по делам молодежи выступило организатором торжественного мероприятия, которое прошло в Республиканской филармонии. В течение года министерством организовывается и проводится огромное количество патриотических мероприятий. Это различные форумы, конкурсы и так далее. Сегодня, скажем, такое итоговое мероприятие, в котором предусмотрена и церемония награждения всех тех, кто отличился на предыдущих мероприятиях. Но особо мы сегодня хотим выделить не самих участников, а самих участников мы уже ранее награждали. Сегодня мы хотим наградить их наставников, которые действительно проводят огромную колоссальную работу. Результаты этой работы репортеры Вести неоднократно снимали на самых разных площадках Карачао-Черкесии, будь то Аллея Славы или Центр военно-патриотического воспитания, Зорница на базе военкомата или оказание волонтёрской помощи ветеранам на дому. Для нас герои – это люди, которые вносят вклад в развитие нашей страны, помогают, защищают Родину, помогают на передовой. Также мы храним память о героях Отечества. Мы, как воспитанники штаба поста, помогаем нашим ветеранам, помогаем им по каким-то домашним делам, о любой их просьбе всегда отзываемся, приезжаем, помогаем. Патриотическая работа в образовательных учреждениях проводится регулярно. Участие в военно-спортивных играх и мероприятиях, посвящённых памятным датам, знание истории Родины и посильная помощь тем, кто десятилетиями вносил свою лепту в величие страны. Всё это является частью разностороннего развития подрастающего поколения, которое помнит и чтит героев Отечества. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии задержан мужчина, разыскиваемый из-за совершения убийства. В совершении которого подозревался 37-летний местный житель. Как сообщалось ранее, фигурант находился в компании нескольких жителей Черкеска возле здания столичного отдела ЗАГСа. Подозреваемый решил совершить убийство одного из участников конфликта 33-летнего местного жителя. С этой целью подозреваемый, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов. Однако, ввиду позднего времени суток и недостаточного освещения улицы, выстрелы были произведены не в предполагаемое им лицо, а в другого участника группы, который от полученных ранений скончался. В местонахождении обвиняемого установлено в Адыгее, он задержан, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью минус 2 плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 7. И местами до плюс 12. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью минус 1 плюс 1. А днем 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святого Александра Невского. Накануне в Никольский собор Черкеска привезли икону святого благоверного князя. Образ святого Александра Невского написал иконописец из Краснодара Владимир Бутов. Икона писалась в течение двух лет. На средства прихожан Никольского собора Черкеска сейчас ведутся работы по сооружению оклада. После прибытия иконы из Краснодара ее занесли в храм и осветили. Перед иконой был отслужен молебен. Святой благоверный князь Александр Невский прославился защитой Руси от врагов и считается небесным покромителем воинов. Государственных деятелей и всего русского народа. Дни его памяти отмечаются Православной Церковью 12 сентября и 6 декабря. Хотелось бы в первую очередь помолиться о наших воинах, которые совершают сегодня подвиг в зоне специальной военной операции. Попросить перед образом благоверного князя, чтобы они вернулись живыми. Попросить о нашей победе. Поддержать матерей, жен, детей этих солдат. И будем куповать и надеяться, что образ станет местом притяжения и для молодежи, которая должна брать подвиг с таких людей, как благоверный великий князь Александр Невский. Сегодня в зоне СВО очень много наших ребят отсюда с Карачаева черпись. Я думаю, что та икона, которая была написана и пришла сегодня к нам в храм, она будет защищать. И я думаю, что благодаря этому мы сможем все-таки объединиться еще раз, поднять это все и решить, сказать нашим ребятам, вы возвращайтесь живыми, а все, что можно, мы сделаем здесь и поможем вам, как только можем. Учитель и ученики под таким названием в Черкесске прошла выставка работ заслуженного педагога Карачаева Черкесии, преподавателя детской художественной школы Черкеска Марии Гречкиной. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Марию Гречкину поздравили коллеги и близкие друзья. Подробности у Али Баташева. Мудрый и проницательный взгляд, выразительные черты лица, в которых причудливым образом сочетается доброта и строгость. Автопортрет, как и другие работы заслуженного учителя Карачаева Черкесии и одной из самых первых преподавателей художественной школы Черкеска Марии Гречкиной, пользуется неизменным успехом у поклонников искусства. Она одна из самых сильных акварелистов республики, владеющая разными техниками. Масло мне перестало писать, я студенткой писала, и потом мне потом лиригия стала. После наркоза я не могу маслом писать. Акварели у меня, акварель, основные акварели, пишу. А жанр у меня и натюрморт идет, и пейзаж, и, ну, люблю больше портрет. А почему? Не знаю, я когда на людей смотрю, первое для меня, что в человеке, ни внешность, ни красота, это глаза. Вот я по глазам сразу определяю человека, что у него внутри, что это за человек. Я, если я увидела вот оттуда внутреннюю красоту, не наружную такую, внешнюю, а внутреннюю, тогда вот я загораюсь, и мне хочется человека изобразить просто. А себя как рисовать? Веркало, веркало. С фотографией не живые портреты получаются. Вот живой человек, она живая идет. Ну, и мне удается передать характер человека. А как это получается, я не могу сказать. Мария вместе со своим супругом, заслуженным художником Карачаева-Черкесии Александром Гречкиным, стояли у истоков становления художественной школы Черкеска, которая открылась в 1966 году. Он стал первым директором, а она преподавателем. Мария Гречкина – автор учебных программ по рисунку, живописи, композиции. И талантливый педагог, до сих пор переживающий за каждого своего ученика. Вот когда я занимаюсь учащимися, работа у них получилась, я домой иду, как будто бы у меня крылья сзади выросли. Такое вот настроение, такой позитив. Если у детей не получается, я иду домой понурая и думаю, надо что-то сделать, поменять, чтобы у них получилось. Бывает иногда, вот они сразу схватывают, а другой раз материал очень сложный. У нас же связано с перспективой. Черчение сейчас в школе не преподают, а черчение очень близко связано с рисунком. И вот дети часто. Ну и сейчас еще у нас они привыкли брать информацию из сетей. Все. Не хотят логически мыслить, не говоря уже об абстрактном мышлении, они логически не хотят мыслить. Они хотят информацию оттуда сразу брать. 14 ноября Марии Гречкиной исполнилось 80 лет. Обладательница нагрудного знака за верность профессии встретила свой юбилей на рабочем месте в компании своих коллег, родных и множество гостей. Ее многочисленные выпускники стали членами Союза художников России и заслуженными художниками республики. Одним из первых учеников был и директор художественной школы Черкесска Юрий Карасов. Крепкого-крепкого здоровья. И чтоб как можно дольше мы любовались вами, радовались, потому что вы являетесь нашей аккаунтой. За многолетнюю преподавательскую деятельность в сфере изобразительного искусства Мария Гречкина была отмечена дипломами Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» регионального отделения Творческого союза художников России и другими наградами. Сюрпризом на официальном торжестве стало поздравление от своих детей и внуков, собравшихся вместе в этот день. На выставке «Учитель и ученик» представлена лишь часть творческого наследия Марии Гречкиной. В ее планах создать работы, посвященные памяти супруга Александра Гречкина. «Но делать это я буду только в свободное от преподавания время», говорит художник, посвятивший жизнь детям. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Зима вступила в свои законные права и в такую погоду просто необходимо красиво утеплиться. В этом вам поможет меховая выставка «Снежка», которая распахнула свои двери сегодня и продлится до 10 декабря включительно в Центре развития предпринимательства в Черкесске. Вас ждут скидки до 40% и рассрочка без первого взноса и переплат. Подробности в сюжете Альбина Кураченова-Кенжевой. «Снежка» уже более 8 лет проводит выставку-продажу в нашем регионе. За это время многие жители республики оценили качество меховых изделий. Сегодня мы посетили выставку «Огромный выбор качественных шуб, рассрочка без переплаты плюс в подарок меховой жилет». Можно найти идеальную шубку из огромного количества вариантов. Мы приглашаем всех жителей города Черкесск и гостей города Черкесск к нам на выставку-продажу норковых шуб. Мы привезли очень широкий ассортимент, у нас порядка 500 изделий. Любой человек сможет выбрать себе шубку по душе. Любое наше изделие можно приобрести в рассрочку сроком до 3 лет, без первоначального взноса, абсолютно без переплат, без банковских страховок, буквально 20 минут времени и паспорт. И все, и забирайте шубу. При этом мы еще подадим вам красивый пушистый песцовый жилет. Администратор Наталья рассказала о грандиозных скидках и об электронном паспорте, который имеет каждое меховое изделие. Впервые в нашем зале представлены изделия, которые распродажа. То есть, допустим, изделие стоило 82 тысячи, теперь это изделие стоит 49 тысяч 200 рублей. Я думаю, это очень приятно. Все наши изделия имеют электронный паспорт, поэтому любой покупатель с помощью телефона сможет прочитать историю конкретного изделия, что это страна Россия, мех норка, что мы, меховая компания «Снежка», продаем данное изделие. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Условия рассрочки не оставят вас равнодушными. Администратор проконсультирует покупателей и посчитает, во сколько обойдется шубка в рассрочку, имея при себе только паспорт. В нашем зале представлены модельки от 38 до 68 размера. К примеру, новинка этого сезона – трансформер норковый с английским воротником и норковым поясом. Он представлен до 58 размера. Вот это изделие, независимо от размера, обойдется вам в 4000 рублей в месяц. С 6 по 10 декабря включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, с 9 утра и до 19 часов вечера выставка продажи ждет вас за покупкой шикарных шуб. Альбина Курочинова-Кенжева, Лебастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.